В минувшие выходные в районном центре прошли соревнования спортивного характера. Первое состязание состоялось на базе спорткомплекса, который был именован в честь Мухарбия Киржинова. Здесь был организован благотворительный турнир по настольному теннису среди мужчин. В турнире приняли участие 22 спортсмена из разных районов и городов. Мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман, благотворительным фондом «Сделаем вместе» и Кашхабльским сельским поселением. Хорошее событие. Сегодня в нашем сельском поселении проводится турнир по настольному теннису совместно с Духовным управлением мусульман Республики Адыгея Краснодарского края, а также благотворительным фондом Республики Адыгея «Сделаем вместе». Хочу краткое такое вступление по этому фонду. Этот фонд неоднократно во всех наших ситуациях, ЧАЭС, когда у нас было наводнение в районе, постоянно помогают, оказывают посильную помощь нуждающимся в нашем районе, малоимущим. Они это все не афишируют, но я хочу, чтобы вы все знали, что они принимают большое участие в деятельности нашего сельского поселения. Хочу их поблагодарить и также предоставить слово Руслану Борчо, руководителю фонда. Салам алейкум, архматулаге, благотворительный турнир совместно с Духовным управлением Республики Адыгея и администрацией Кашхабриско-сельского поселения. Данный формат мы выбрали не случайно. Почему? Потому что именно в этом формате мы хотим донести, что данное мероприятие можно делать на основании спорта, здорового образа жизни и только на межнациональном и межрелигиозном согласии. Поэтому благодарю каждого, кто нашел возможность прийти на данное мероприятие, потратить свое время. И прошу Всевышнего блага для вас и ваших родных. Еще я хочу дополнить, что все вырученные средства пойдут нуждающемуся из нашего аула, из нашего поселения. Там мы уже выберем, определим. И также поблагодарю Цэева Нух Махмудовича, главного тренера, организатора, в помощи проведения турнира по настольному тренеру. Спасибо на их помощь. По окончании соревнований были определены победители. Первое место занял Хасан Читау из Майкопа, второе место досталось Назиру Карданову из Успенского района, а третье место занял Илья Коцарев. Сельское поселение учредило три приза для старшего участника, самого техничного игрока и самого молодого участника. В конце мероприятия победителям и призерам были вручены крупки, денежные призы и грамоты. Все собранные средства от турнира будут направлены на благотворительные цели. В этот же день на стадионе Аула Кашхабли состоялось не менее важное футбольное соревнование среди команд старше 35 лет, посвященные памяти Бориса Гержанокова. В турнире приняли участие четыре команды из города Курганецк, Шовгеновского района, Аула Егерухай и Кашхабли. Команды сражались до конца игры, борясь за победу. По итогам напряженной и захватывающей борьбы были определены победители и призеры. Первое место заняла команда из Шовгеновского района, второе место досталось команде из города Курганецк, а третье место заняла команда из Аула Егерухай. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и денежными наградами.